Вот что значит выпускать классные игры, в которые реально вкладывается душа и невероятное старание. Holding CD Projekt за три года подорожал в десять раз, даже несмотря на то, что за этот период не выпустил ни одной новой крупной игры. В августе капитализация впервые превысила 10 миллиардов долларов. Как и у других компаний, из-за пандемии на какое-то время она тоже просела, но потом, благодаря скорому релизу Cyberpunk 2077, подскочила рекордно вверх. Вы смотрите главные новости игр последних дней от GSTV. На немецкой выставке Gamescom киберпанк, разумеется, стал главной звездой и признан лучшей игрой мероприятия. В рамках премии Gamescom Awards 2020 ролевка CD Projekt Red стала и в принципе главным проектом выставки, и лучшей RPG, и лучшей игрой как для компьютеров, так и для PlayStation 4 и самой ожидаемой игрой в целом. Вместе с тем лучшей гонкой признана Dirt 5, лучшим ремастером — Mafia, лучшей спортивной игрой — Tony Hawk's Pro Skater 1 Plus 2, лучшим симулятором — Project Cars 3, а лучшим приключенческим экшеном — Watch Dogs Legion. Лучшей мультиплеерной игрой, в свою очередь, жюри признала Operation Tango, Curious Expedition 2 стала лучшей независимой игрой, Void Train — самый необычный, Borderlands 3 — игрой с самой лучшей поддержкой, Tell Me Why — лучшей игрой для Xbox, Little Nightmares 2 — лучшей игрой для Nintendo Switch, Star Wars Squadrons — лучшим боевиком. Лучшим свежеанонсированным проектом Gamescom 2020 при этом всём признана Unknown 9 Awakening — это игра совсем новой канадской студии Reflector Entertainment, но планы у неё уже эпического масштаба. Команда намерена превратить Unknown 9 в успешную медиавселенную — примерно в одно время с игрой выйдут роман Unknown 9 Genesis, комикс Unknown 9 Torment и даже подкаст Unknown 9 Out of Sight. Сама игра рассказывает о Харуне — девочке из Калькутты, которую преследуют видение собственной смерти. В трейлере показано, как героиня обнаруживает в себе сверхъестественные способности. По ходу сюжета она научится ими управлять и узнает о таинственном измерении под названием Сгиб. Франшиза посвящена мистическим загадкам, тайным сообществам, мировым заговорам и тому подобным штукам. Дата релиза пока неизвестна. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X, что она будет представлять собой с геймплейной точки зрения, а разработчики не сообщили. Есть предположение, что долгожданный сиквел Алана Уэйка выйдет в 2022 году. По крайней мере, на это, по мнению фанатов, намекает последнее сюжетное дополнение для Control, где Джесси Фейден отправилась в сектор расследований Федерального бюро контроля и познакомилась как раз с приключениями писателя. Во-первых, в последнем сообщении Алан Уэйк пишет, что собирается создать роман о герое, вытащившем его из темного измерения после десятилетнего заключения. Видимо, имея в виду саму Джесси Фейден. Во-вторых, после победы над главным антагонистом дополнения, с Джесси на связь выходит Лэнгдон, присматривающий за альтернативными мировыми событиями. По его словам, в Bright Falls снова произойдёт такое событие. Это город, в котором разворачивался сюжет Алан Уэйк. Лэнгдон утверждает, что альтернативное мировое событие случится через пару лет, то есть где-то в 2022 году. Возможно, это и есть намёк. Права на франшизу, как вы помните, с недавних пор принадлежат Рэмиди. Если раньше ей приходилось ждать решения Майкрософт, то теперь она может выпустить продолжение когда угодно. Сейчас у студии в работе три крупных неанонсированных проекта, все они разрабатываются при поддержке Epic Games. События этих игр будут происходить как в новых, так и в уже известных вселенных. Удовольствие от того, что вот этот удар, который наносят герой, запрограммировал именно ты, что этот дробовик с крюком сделал именно ты, что плавать на лодке и нырять в воду персонаж может именно благодаря тебе, не сравнить ни с чем. Программирование позволяет почувствовать себя создателем игры — тем, кто первым её щупает. Школа XYZ запускает курс по программированию. Курс ведёт Александр Балакшин. Он оказывал значительный вклад в сезонные обновления для Tom Clancy's Rainbow Six Siege в роли старшего инженера-разработчика или догеймплейной команды. Большую часть своей карьеры он делал шутеры, поэтому будет рассказывать именно о них. Обратим внимание, что это курс для тех, кто уже умеет программировать, но желает сменить сферу деятельности на геймдев. Во время обучения вы разберётесь с фундаментальными понятиями, используемыми в индустрии, и по итогу сможете при необходимости освоить любой, даже проприетарный игровой движок. Ведь в основе большинства из них лежат одни и те же принципы, и в целом внутренние движки в ААА-студиях во многом похожи. Если желаете перенять опыт работы в индустрии ААА-игр или сделать свою собственную игру или всё это вместе, записывайтесь на курс по ссылке в описании. Оплатить курс вы можете до 28 сентября, а обучение начинается 1 октября 2020 года. По промокоду GSTV дополнительная скидка — 10%. Культовый в определённых кругах симулятор-хирурга обзавелся сиквелом. Это по-прежнему дико неудобная и неуправляемая головоломка с использованием физики — нам нужно выполнять различные хирургические операции и по пути хотя бы не лопнуть со смеху, глядя на неуклюжие движения. Оригинальная Surgeon Simulator разошлась неслабым тиражом в 5 миллионов копий, поэтому авторы хорошо вложились в продолжение. Тут, например, можно не только стоять над операционным столом, но и бродить по медицинскому учреждению, копаться в редакторе уровней, лечить пациента сообща с товарищами, одевать персонажей в различные костюмы, а также штамповать конечности и органы в анатомическом автомате. InXile отправила в продажу Wasteland 3. В ней нам предстоит покинуть жаркие пустоши Аризоны и отправиться в заснеженные земли Колорадо, чтобы начать всё сначала и выполнить задание самопровозглашённого местного патриарха. Тот обещает помочь, если мы возьмёмся за задание и спасём эти земли от амбиции трёх его кровожадных детей. Чтобы выполнить поставленную задачу, нужно, как водится, принимать непростые решения, лавируя между интересами разных фракций и решая, кому из них доверять. Отстраивать свою базу, нанимать рейнджеров, искать технику для передвижения по снегу, обучать рекрутов и, конечно же, сражаться. Зарабатывая репутацию и принимая тяжёлые моральные решения, мы влияем на Колорадо, его жителей и сам сюжет. А ещё уже можно приобрести глобальную стратегию Crusader Kings 3, которую в СМИ прозвали «Игрой бесконечных престолов», отсылая к известному сериалу. Во время промо-компании разработчики делали акценты на два ключевых момента — процедурно-генерируемые события и сюжетные линии, а также решения с далеко идущими последствиями. Обе механики в игре есть, и они работают. При этом процедурные события не выглядят таковыми — они могут держать игрока в напряжении и воздействовать на него эмоционально. В качестве примера можно привести рождение наследника. Жена нашего персонажа может неожиданно произвести на свет двойню и также неожиданно умереть, что оказывается весьма волнительным событием. Культовая городостроительная стратегия Фарао вернётся в виде обновлённой версии. Суть не изменилась — мы по-прежнему с нуля отстраиваем египетский город, торгуем и возводим пирамиды. В ремейке будет 50 миссий и 100 часов геймплея — контент Queen of the Nile тоже входит в комплект. Точной даты выхода нет — релиз назначен на 2021 год. 8 сентября выходит тактическая стратегия во вселенной Warhammer 40 000 — Necromunda Underhive Wars, рассказывающая о мрачном мире под городами ульями. Чтобы выжить, нам придётся сражаться за власть и развивать свою банду. На выбор есть три бандитских дома. Во время сражений стоит учитывать рельеф местности и активно использовать ловушки. Предзаказ уже открыт. А вот релиз Evil Genius 2, к сожалению, снова задержится. Авторы собирались её выпустить ещё в начале лета, но из-за пандемии коронавируса пришлось перенести выход на конец 2020-го, а теперь, как выяснилось, в продажу этот симулятор, желающего захватить мир злодея, отправится лишь где-то в первой половине следующего года. Разработчики говорят, что было реально непросто адаптироваться под новый формат работы. Вся команда уже как полгода работает из дома, что сильно влияет на темпы производства. Но создатели Evil Genius 2 обещают, что сделают по-настоящему достойный сиквел. Авторы хоррора Little Hope, входящего в серию The Dark Pictures, показали прохождение одного из фрагментов игры в режиме Shared Story — это кооператив. Пара игроков одновременно управляет действиями своих персонажей, самостоятельно исследуя локации. Время от времени они могут принимать решения, влияющие на судьбу персонажа своего товарища. Например, в этом отрывке есть момент, когда игроки одновременно пытаются открыть дверь, только с разных сторон. Ещё один пример совместного взаимодействия показан в самом конце геймплея. Персонаж одного игрока находится на обрыве, в безопасности, а другой пытается спастись от монстра. Если не угадать с QTE, то один из игроков потеряет своего героя. Релиз состоится 30 октября. А за три дня до этого, 27 октября, свет увидит очередное дополнение для World of Warcraft Shadowlands. На Gamescom'е показали первую из короткометражек, посвящённых обитателям загробного мира, про утора Светоносного, до сих пор помнящего «Смертельный удар». Надо заметить, что теперь игре впервые будет необходим SSD-накопитель. Он прописан как в рекомендуемых, так и в минимальных системных требованиях. Во время церемонии открытия выставки Gamescom студия BioWare показала тизер следующей части Dragon Age. Выяснилось, что игра всё ещё находится на ранней стадии производства, поэтому для мероприятия был подготовлен не стандартный геймплей, а обзорный ролик, рассказывающий о создании игры в условиях пандемии. Звук, например, приходится писать прямо дома. Геймплейных кадров практически нет, но зато здесь очень много концепт-артов. Кроме того, разработчики показали процесс записи анимаций и ряд тестовых арен, где отлаживаются игровые механики. Авторы говорят, что в основе сюжета история о том, что происходит, когда люди, обладающие властью, отказываются разбираться с проблемами, а главный герой бессилен. Нас ждут истории, сфокусированные на людях, окружающих главного героя, его друзьях и семье. А из более конкретного — мы точно побываем в Империи Твинтер и встретим по ходу дела как минимум одного Серого Стража — его зовут Даврин. И в игре точно появится Солас, один из спутников Dragon Age Inquisition, а также Фенхарал — эльфийское божество, создавшее завесу. Релиз явно не состоится раньше 2022 года.